Заключение. Мы с вами определили задачу о наибольшем общем делителе. И опять-таки первым, что мы сделали, было преобразование определения в алгоритм. Полученный наивный алгоритм опять оказался слишком медленным. Например, уже на числах, состоящих из одного или двух десятков цифр, он работал очень медленно. После этого, заметив некоторые специальные свойства задачи, мы смогли написать гораздо более быстрый алгоритм. Этот алгоритм, в частности, может обрабатывать за разумное время числа, состоящие из сотен и даже тысяч десятичных знаков. Заметим еще раз, что построение этого алгоритма потребовало от нас понимания некоторых специальных свойств задачи. А именно того, что для вычисления наибольшего общего делителя двух чисел, можно заменить большее из этих чисел на остаток отделения на меньшее из этих двух чисел. С таким мы с вами еще не раз при разработке алгоритмов в данном курсе столкнемся. Субтитры создавал DimaTorzok